здравствуйте друзья так же случилось что счастливое знакомство очень сильно повлияло на мое настроение так как я все время нахожусь в оппозиции к официальной науке из людей авторитетнейших естественная речь идет о москве единственный кто меня поддержал это Александр Алексеевич Ребри главный редактор Вестника Садовода и опубликовал ряд моих материалов эти материалы рукописные но в наше время оказывается аудио рассказы аудио монологи диалоги они приобретают все больше вес а читать постепенно разлучается например я очень много с детьми об этом многие знают занимался занимаюсь и буду заниматься они растут вот и речь о физическом воспитании речи о каких-то успехах ну например там например допустим программирование прочее но вот я не смог уже ремень в руках держал я ни одного ребенка не смог заставить читать при учреждении это болезнь всего общества ну тогда давайте говорить будем итак поруга это самое неприятное для меня выдающиеся результаты с одной стороны дичайшие дичайшие неприятные со стороны тех кто десятки лет учил калечить почву калечить деревья я прямо называю заметьте не перекапывать почву а калечить почву не обрезать деревья а калечить деревья называются именами когда-то я заработал большая гонорара и вроде бы признание двух крупнейших изданиях я вынужден об этом говорить чтобы оттенить роль ребрика в моей жизни и в жизни садоводства в целом а меня печатали крупнейших журналов председатель хозяйства и крупнейших газета ваши шесть соток вот и даже общался с главными редакторами а вот даже весик нет а именно председатель хозяйства даже дружил вот и прошло время а я не мог молчать таких случаях да теперь длинный разговор целая серия фильмов наверное под названием воспоминания о будущем десять лет назад начал и не закончил эти воспоминания буду продолжать и так журнал печатает просто письмо вы знаете я взял топор вот описал снизу кору у дерева и что вы думаете плоды укрупнились стали такими вкусами такими крупными и это взяли напечатали ну понятно что того дерева на реках давно нет живых вот и я с тех пор и до сих пор еще где-то теплится журнальная жизнь газета на жизнь я с тех пор все время говорю следите за базаром это уже современный следите вы если вы напечатали эту идиотское письмо вы могли бы проследить вот он автор вот его где-то может это подмосковье недалеко адрес прошел год съездили попробовали за это отвечать надо попробовали в эти крупные плоды еще вот мертвая вот и напечатали вы знаете вот пожалуйста видите какие мечтатели искалечил дерево вот призвал следовать его пример а мы редакция отследили бы никого вы просто это дело не оставили да напечатали вот еще когда напечатали это дебильное письмо уже тогда надо было сделать следующее кстати или веришься специально хозяйство назовем просто один из популярных журналов надо было напечатать следующее вот рецензия должна быть я бы мог это рецензии я бы сразу сказал это подлость предательства вот не слушать этого товарища и пусть бы это оба письма мы напечатали и это было бы огромная польза заставить людей задуматься пример 2 тоже один из популярных журналов и вот он значит посадил деревья в эти камеры как покрышки от автомобильных колес естественно что это покрылась вся страна страшнее примера невозможно придумать это смерть миллионов деревьев а и как-то очень просто провели себя на вас покрылся этим и везде деревья в них дохнут 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 весом слепой 10 20 100 200 я сейчас шел у нас тут недалеко метров 400 300 от моего дома этот переход оттуда я пока шел я засчитал больше 100 покрышек только на малюченьком участке это болезнь поразилась всю страну в киеве собрали все эти покрышки подожгли и устроили переворот это ладно это сам если говорить о с удовольствием это страшная вещь ребята вот печатать такие советы не подумал ну прошли год и вместо того что когда вопить то все вы чё с ума сошли пожалуйста поэтому опечатать им их прошли годом и печатали тут оказывается это караул прекратите уберите покрышки своих садов и опечатал фотографии этих смертными деревьями вместо этого обрушились на меня была и критика валерий картиныч вы нас как называется вы нас поливаете с грязью а это мировой опыт это уже касалось тех же самых калечения деревьев вот и калечения почвы и так далее мировой опыт есть надо калечить то есть мы не имеем права не печатать это хотя не понимает что такое я говорю вы возьмите завезите на чукотку к чукчам бикини и пусть ходят летом комары зимой минус 50 пусть ходят так же деревья завезли на север они все погибли мало того прежде чем погибли они еще и калечат калечен калечен берет руки штампу то есть дерево сальвис такой двухметровый берут секаторы снизу нижний метр чик 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 и с этими ранами наконец забывает замазать рано видами миша питака надо замазывать вот это все происходит на деле вот когда самый момент когда я надеялся что на меня обратят внимание на технологию ни чего не получилось Вот. Председательное хозяйство совершило величайшую провокацию. Страшную. Вот. Они на своём сайте поселили лжея Железова. Вот. Личность. Поселили. Наделили её моими как бы этими самыми. И о Железов я научил тысячи академиков. А и дальше цитаты из моих этих самых работ. Которые придавали им правдоподобность. Подлейшая вещь, которую я никогда не прощу. И вот на этом фоне, когда уже можно было бы обратить внимание в том числе на мою агротехнику. Вот. Я представляю такую картину. Получает администрация Путина. От меня книги. Диски. Учебные. И несколько фильмов обращённые непосредственно к Путину. Естественно, зная, что Путин никогда не то, что не прощёт и не увидит. Но кто-то же, кому-то же. И вот они начали это всё посылать. Оттуда пошло пенсельхоз. Потом этот в академию. Потом почему-то в институт, который находится на Кавказе. И оттуда ответа не пришло. Вот. А почему не могло быть ответа? Потому что все знают, что не этот Железов, а тот Железов, этот самый, которого провокационный. Он якобы, он есть настоящий. И получилось так, что с тех пор за мной закрепилась такая дурная слава. Подлая слава. Спасибо превысательному хозяйству. Спасибо администратору простокваши, так и называется. Подлость невероятная. Но она случилась. И вот на этом фоне вдруг я приезжаю в Москву наглую. Потому что меня пригласила организационная группа и организовала мои лекции. И на этих лекциях на все три дня поселился Александр Алексеевич Ребрик. Вот. Вот это и случилось, друзья. Случилось чудо в моей жизни. Потому что это было свежее. Как кислород в этой задской атмосфере московской. Единственный журналист, главный доктор, который участвовал во всех трех лебинарах. Вот. И у него сложилось. Вот столько, три дня с утра до вечера. Столько высидеть, столько видеть, все писать, думать, сравнивать, сопоставлять. И по результате случилось следующее. Он написал обо мне вот такую статью. Вот. Ну а я сейчас, чтобы вы поняли, что дело не шуточное. В который раз, это будет первая серия, я вам покажу. Фотогалерею. Я всегда говорю, ребята. Вот мой сайт. Как его найти? Набрать в Яндексе, в Гугле. Три слова. Сайт Судовут Нажальбур. И вот он будет в сайте. Здесь уникальные вещи. Здесь случай коллекции России. Вот. И вот она, фотогалерея. Я в таких случаях говорю. Так, фотогалерея. Официальный сайт. А вот, не туда нажал. Вот она, фотогалерея. Я в таких случаях говорю, ребята, справа лидол подъезжает. Этот лидол должен всем старикам, академикам, которые не только... И даже спроси, это все может расти в России? Ответ, если бы не говорить, что это все выросло в Сибирск. Да невозможно даже на Кубани. Вот это было. И они сейчас не знают ничего. Вот эта милая девушка, да. Вот. Тогда она была еще студенткой. Вот она. Она присутствовала и участвовала в Москве в какой-то конференции. Вот. Она моя ученица. И зная, что аккуратненько так началась, думая, что привезла сенсацию, привезла вот эти же фотографии, да. Что-то она у меня не раскрывается. Вот. Хотел показать крупным планом. И вот получалось так, что она сказала, ну, знаете, в Сибири Железово, и оказалось, может, это придурялись, но сказали, что они Железово не знают. И это в наше время. А вот это моя ученица, моя аспирантка. Хотя я не смог показать крупным планом. Но я показываю всю фотогаллерею. Так. Здесь получается что-то не то. Цвет. Изменился цветом. Серенький. Как это случилось? Почему она не открывается? Давайте еще раз попробуем. Давайте еще раз попробуем. Вот это мой сайт. Вот это фотогаллерея. Вот сейчас нормально. Вот она наша девушка. Нет. Все-таки не получилось. Ладно. Тогда просто пролистаем. И на этом мы закончим как бы первую серию. Вторую. Первая была снята 10 лет назад. Первая снята 10 лет назад. Вот сегодня неудачный такой. Вот. Может быть что-то с компьютером случилось. Видите? Еще раз. Последняя попытка. Ладно. Увеличивать уже не буду. Хотя вот эти вот симпатичные наши девушки. Савельевич Иванович 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 Иванович. Моя ученица одновременно аспирант университета. Вот. Вот она фотогаллерея. Это я к тому, чтобы вы все-таки слушали дальше целую серию фильма. Пусть прошло время. Но пора подводить итоги. Почему? Потому что все эти 10-15 лет после моих лекций, в том числе и в Москве, не только в Москве, и в Красноярске, в Челябинске, в Бегаевске, в Абакане. Все это коту под хвост ничего не изменилось. То есть, как учили коллеги Сибири, так и учат. Вот. Поверить, что это в Сибири невозможно. Это единственная коллекция на всю страну. Вот. Год за годом. Идет год за годом. Но я продолжаю надеяться на что? Я продолжаю надеяться на то, что когда-то что-то сдвинется. Но сейчас в Академии наук, вот, среди академиков, с тем кором, так, народу наук, нет ни одного действующего сторонника. Да, так случилось. Случилось. Удалось опередить науку. У него примерно на 100. Потому что после ничего не наступила деградация. Вот. Я перестал сестряться. Мне говорили люди, не трогай ты науку. Еще признают и возьмут тебя хотя бы в соавторы. То есть, не я их соавтор, а они меня в соавторы. Но этого не случилось. Этого не случилось. О, начал открываться. Видите? Вот это и есть настоящее садоводство. Вот. Знаете, как это называется? Это называется крупноплодный железный. Бывший академик. Казьбин бы его не признал. Вот, недавно мы обсуждали монетоба 604. Это сорт из Канады. Вот он, видите? Как я его полностью испортил. Меня можно на это перво садить. Но это ладно, шутка. Вот. Вот эта фотография украла 10-10-20 плодопитомник. Почему нет? Вы теперь верите, что это бывший академик? Вот. Еще хотел показать бывший академик Паина. Ладно, все. Первая серия закончена. Дальше будем... Я буду просто текст переводить в... Я буду текст переводить в аудиоразговор. Так скажем. Все. Остановить запись. Это была вторая серия воспоминаний Железа о будущем.